самые уникальные и красивые места маршруты доступные каждому путешествия по россии легче чем ты думаешь полетели ну что дорогие друзья мы в республике бурятия в городе улан-удэ и мы не могли просто не заехать такое вот место особенно и а это у нас и волгинский район и мы приехали в волгинский датсан самый большой датсан который есть и что такое вообще датсан это монастырь университету российских бурят вот и сейчас мы будем смотреть и волгинский датсан и вы будете смотреть его вместе с нами ну если хотите конечно ну что расскажи как мы добирались до республики бурятия как мы вообще до такого дошли это был очень долгий путь . а был конечно же наш любимый циолковский мы как ракета полетели до 4 была достаточно долгая дорога но не такая тяжелая как было от 4 до улан-удэ вот значит циолковский чита переночевали в чите выспались как следует и рванули в улан-удэ тоже была тяжелая дорога плохая местами навигатор нас обманывал вел в какой-то непонятный район поэтому не верьте навигатором и вот мы значит попали в новый год в улан-удэ куранты 31 декабря мы вас кстати поздравляем с уже наступившим 21 годом и вот 1 января мы в датсане улан-удэ ну а для тех кто впервые на нашем канале нас зовут алексей и ирина и мы путешественники и это первая часть нашего большого автопутешествия на байкал оставайтесь с нами впереди вас ждет много интересной и самое главное полезной информации вообще республика бурятия очень интересное место другой язык совершенно и вот если вам видно мы сейчас за туда дойдем чайная юрта есть стоит реально юрта и и там наверно наливают чай пункты это традиционная обувь бурятского народа вот тут можно посмотреть план вот там и были где центральные ворота что ли да скорее всего в общем я уже вижу самый красивый пойдемте ой собаки ира очень боится собак и хотелось бы чтоб в комментариях вы написали как вы относитесь таким четвероногим друзьям а вот что действительно нас удивило так это жилые строения прямо на территории буддийского храма а это традиционные молитвенные барабаны у бурят и монголов они называются хурды кстати раз уж о традициях заговорили то в буддизме в принципе его здесь в этом месте священном нельзя поворачиваться спиной к фигурам будды к изображениям будды также в храмах нельзя сквернословить курить и ругаться громко разговаривать ну в общем это такие как бы негласные но очень важные правила для этих людей мы их обязательно будем соблюдать и кстати чем еще примечательно это место здесь находится тело ламы даши даршой тигелова и любой человек может посмотреть собственно него но только восемь раз в год большие празднества буддийские вот так что ну конечно же 1 января это не тот самый день когда тот самый день но в общем-то очень интересно если заморочиться то вот можно увидеть такое а здесь мы можем наблюдать буддийские ступы или по-бурятски субурганы буддисты утверждают что субурганы обладают магической силой добра помогает людям внести гармонию в их жизнь и очистить себя от различных пороков а он там я вижу внутри это видимо какой-то ботанический сад там деревья растут внутри и действительно подойдя ближе мы увидели различные растения и деревья внутри этого здания здесь наверное какая-то школа я думаю да здесь наверно обучаются по виду действительно похоже на школу подожди вот это тоже какое-то очень старинное здание давай посмотрим далее я специально не обрабатывал звук и мы услышали эти песнопения ты слышишь слышу это храм где вожил фотографировать и снимать нельзя но это я думаю внутри нельзя снимать но внутрь нельзя добрать телефоны камеры громко разговаривать а вот это наверно это это то самое место где лежит тот самый лама да скорее всего это то самое место очень очень красиво я я такое вижу в первый раз в своей жизни помнишь когда мы были в китае мы тоже посещали храм когда мы были в венеции шанхае новых мест ну вот и там были похожие как урна и назвать не знаю для сжигания туда тоже бросали бумажки с какими-то возможно желаниями лишь чем-то таким пожеланиями на это тоже бросали бумажки и сжигали написано глава буддистов россии двенадцатый пандита хамбо лама даши даржо и тиглу а здесь первый пандита хамбо лама восточной сибири и забайкалье дамба даржа заяев 1702 1777 годы да фотка меня на телефон ну вот чё ты начинаешь нормально так прямо чтобы я прям была на фоне него здесь красивее и кстати подписывайтесь на наш instagram там еще больше полезной информации а также крутые фотографии с путешествий во первых конечно всем советуем обязательно посетить это место ну прям очень красиво и очень так исторически в общем приятно здесь находиться и еще что хорошо 1 января ни одного человека мы здесь вдвоем здесь есть только те кто здесь живут и работают и нету толп туристов и вот именно познакомиться с таким местом в таких условиях нам очень повезло тут свой стадион тут есть стадион тут есть храмы школа различные постройки где живут люди галереи галереи искусств народов азии это действительно такое уникальное место и если вы находитесь где-то рядом с бурятии или вы здесь проездом от улан-удэ всего буквально 25 километров и вы попадете просто в уникальное место с которым стоит познакомиться своей жизни немного кадров с гоупро в общем вот такая юрта сейчас попробуем туда зайти и попить чай в общем мы мы зашли сейчас кафе национальная кухня кафе находится в юрте и вот здесь вот здесь вход центр юрты это всегда печка печь буржуйка здесь туалет там кухня и сейчас будут нам принесут национальную еду и мы будем кушать вот так неторопливо горит огонь не смотря на то что крыша из поликарбоната тут очень тепло хорошо в общем нам принесли уже покушать мы уже согрелись в юрте нам принесли покушать это наши первые бурятские блюда ну я думаю мы еще отведаем очень много блюд национальной кухне потому что мы едем в иркутск сегодня выезжаем в сторону иркутска дальше встречаемся с мамой она будет присутствовать некоторых наших видео и рвем в сторону горного байкала сказать в сторону отшана вот что мне нравится так это гостеприимство очень вкусно накормили поели мы национальных блюд на 500 рублей объелись взяли с собой еще нам налили кипяточку поэтому мы не замерзли в дороге да очень нам понравилось едем дальше вот спасибо этому месту да если вы будете рядом с датсаном он на заднем фоне то советуем обязательно зайти вот в такое вот место называется чай мгр да а еще тут есть баня гостевой дом то есть можно остановиться на несколько дней даже оставайтесь с нами чтобы не пропустить следующие серии совсем скоро вы увидите ну что мы на стоянке чингисхана ну а с вами были turbo life и всем до новых встреч